Итак, Баль Сулам, статьи, Гудалей Палеви Ашлак, Ахорвак Эдам Цартани. Сзади и спереди окружил ты меня. Чтобы была возможность вместе читать. Сзади и спереди окружил ты меня. Означает, в раскрытии и скрытии лика Творца, ведь на самом деле царство его надо всем владствует, и все вернется к своему корню, ибо нет места свободного от него. А разница лишь между настоящим и будущим, так как удостоившийся соединить два мира, раскрывает в настоящем облачение Творца. Ибо все, что происходит, есть облачение для раскрытия шхины. И это в настоящем. То есть и сейчас он выступает в царском облачении, явно показывая всем, что всадник не находится в подчинении у коня. Однако, хотя на первый взгляд кажется, что конь ведет всадником, на самом деле конь вообще не пробуждается ни к одному движению, не ощутив удил и поводьев всадника. Это называется построением уровня шхины и так далее. И это называется состоянием по ним, бе по ним, лицом к лицу. Однако человек, который пока еще не удостоился посвятить все свои движения одному лишь Творцу, и конь не соответствует своими движениями, удилам и поводьем всадника, а как будто наоборот. И ставит рабыню над госпожой и так далее. Это называется состоянием ахараем, что означает, что ты не должен, не дай Бог, представлять себе, что ты отдаляешься от святости. Ибо задуманному вами не бывать, так сказал Творец, если нет, рукою сильную. Ибо не будет отторгнут от него отверженный. И все круговращение происходит для того, чтобы прийти к своему корню в святости. И таким образом, несмотря на то, что кажется, что конь ведет всадника по своему жалкому желанию, однако это не так. А всадник ведет коня согласно своей воле. Тем не менее, это не раскрывается сейчас, в настоящем. А раскроется лишь в будущем, и пойми это. Получается, что в этом состоянии тоже есть объединение, однако оно происходит ахор-бе ахор, спиной к спине. Другими словами, не по желанию облачающегося и не по желанию облачающего, и пойми это. А исполняющие волю его, то есть сами раскрывающие облачение Малхут в настоящем, объединены в состоянии по ним бы по ним, по доброй воле облачающегося и по доброй воле облачающего. И пойми, ибо именно это состояние является волей Творца. Поэтому сказано, за то, что ты не служил Творцу, всесильному твоему с радостью. Ведь в любом случае ты будешь работать. Но различие в том, что в одном случае под давлением и принуждением, то есть не по желанию, а в другом случае благодаря изобилию блага, то есть по желанию. Так же сказано в Мидраше. Разом возникает вопрос, какой путь желания? Для ответа на него Мидраж опирается на стих. И увидел Творец свет, что хорош. То есть раскрытие, которое происходит благодаря делам праведников. И это имели в виду мудрецы, говоря о длинном пути, являющемся коротким. И коротком, являющемся длинным. Смотри там как следует, как сказано выше. Мир есть скрытие. Как сказано. Все с помощью мудрости, хохмы, сотворил ты, полна земля созданиями твоими. То есть все содержится в 32 путях хохмы. И потому полна земля созданиями твоими. И нет места свободного от него, ибо все восходит к своему корню. Однако сейчас ты находится в скрытии, потому называется мир, олам, от слова скрытие, ээлем. А свет, скрытый в мире и облаченный в него, называется точкой. Свойством буквы Ют, разделяющейся на два Гей. Мир скрытия, альма-де-эт-касия. И мир раскрытия, альма-де-эт-галия. И вся работа человека состоит в том, чтобы раскрыть эту точку и протянуть ее в виде вава от одного мира до другого. То есть вав между двумя Гей, чтобы раскрыть взором всех обилие света, идущего от окружающего света к окруженному им. То есть две буквы Гей означает, что Бина является основой Малхуд. И пойми это. Смирение, отделение, подслащение. Путь, желательный для человека, включает три состояния. Смирение, отделение, подслащение. Объяснение. Светила, мой урод, написано без вав, ибо свет этого мира был создан из тьмы, как преимущество света из тьмы. И свеча днем, какая польза в ней, и днем не возносится свет ее. И потому кожура, клепа предшествует плоду. И потому тот, кто становится партнером Творца, в акте начала творения, Мааса Берешит, производит свет из тьмы, то есть сам видит, насколько темен и презренен он по сравнению с высшей святостью, и как облачен он в нечистую одежду. И так свет становится окружающим. И пойми. И вняв просьбе Творца, бояться этого уважаемого и грозного имени, он укрепляется, получая большую силу для усмирения своего зла, чтобы злой раб и злая рабыня смирились перед госпожой, пребывающей с ними в их скверне. И пойми это, пока он не почувствует, что возбуждение по отношению к внешним желаниям прошло и пропало, и весьма смирилось, и не удостоится прийти к свойству отделения, чтобы отделить свет от тьмы, и не будет ни заменять, ни изменять ни зло на добро, ни добро на зло. А если заменит, это значит, что пробуждение того начала, которое необходимо ему, будет свято для одного лишь Творца. И это свойство подслащения, означающее стремление к Творцу или истинную любовь. И состояние это наступает после того, как он отделит добро от зла, величие Творца от собственной низости, и сам исполнит и уничтожит зло изнутри себя, ибо устыдится очень исполняющих это. Тогда он удостоится подсластить также и остатки своего злого начала, которые невозможно уничтожить и поднять к их истинному корню. Заголовок. Помни и храни, в одном речении сказано было. Помни и храни, в одном речении сказано было. Чего уста не могут высказать, а ухо услышать, а сердце подумать и осмыслить. Следует понять, почему так было сказано и чего этим хотят от нас. Мы видим, что сказано. «Человека и животное спасешь ты, Творец». И объяснили наши мудрецы. Это люди, хитрые разумом, низводящие из себя до состояния животных. Другими словами, весь способ творения, которым создавал Творец, есть две противоположности в одном. И так были заложены разного рода сочетания в мире. Это является законом всего акта творения. Маосе оберешит. Заголовок. Сила речи. Однако, Творец, совершая акт творения, раскрыл только первую часть этого сочетания, как сказано. Словом Творца небеса сотворены были. То есть, он взял огонь и воду и перемешал их друг с другом в одно целое и вложил Творец силу речи в человека, чтобы стал он его партнером в акте творения. Чтобы он речением своим тоже создавал миры из этого сочетания, то есть из двух противоположностей в одном. Ибо иного способа творения нет в мире. И так поступают праведники, слитые с Творцом, ибо из тех речений их были созданы миры, как по слову Творца и силой действующего в объекте действия. И пойми это, ибо он уже вложил в уста их те двадцать две буквы, которыми он сотворил мир. Я имею в виду, что у них есть это чудесное средство – сгула. А то, что действия в этом мире не завершаются одной лишь речью, вызвано нисхождениями этого мира в материализацию. И потому ничто не раскрывается в речи, а раскрывается лишь через действия, руками и ногами. Однако на самом деле Творец вложил достаточную силу в речь, чтобы через нее раскрылось всякое действие, как сила действующего в объекте действия. И мы тоже произносим своими устами те же двадцать две буквы, и пойми это. Но дело в том, что Клепот покрывает и ослабляет эту силу, и Творец, желая очистить Исраилец Клепот, дал им Тору и заповеди, благодаря которым они приближаются к святости Творца. И Шхена говорит из гортани их в чистоте, и тогда речью их будут вершиться дела их. Заголовок. Благословение праведников. И этим объясняются благословения праведников, которые словами уст своих раскрывают сразу больше, чем у простого человека есть сила раскрыть руками и ногами. Ведь простой человек, который хочет оказать благодеяние товарищу, дает ему в руки большие деньги, обогащая его, но все равно не знает, надолго ли это богатство останется у него. Однако, совершенный человек, который хочет оказать благодеяние товарищу, дает ему благословение уст своих, то есть некие короткие слова о богатстве, и сразу же факт обогащения раскрывается по отношению к товарищу и так далее. Каким образом удостаиваются этого свойства? Это происходит благодаря торе и заповедям, то есть благодаря исполнению воли Творца, форма его уподобится форме Создателя. Однако, на самом деле, вся тора и заповеди, соединяющаяся с человеком, тоже относятся к упомянутому выше роду, то есть две противоположности в одном. И в этом состоит главное желание его, ведь Торой создавал Творец мир и сила действующего в объекте действия, и потому окончательное знание состоит в том, чтобы не знать, то есть когда две эти противоположности соединяются воедино в разуме человека, тогда он желанен для своего Создателя и называется Совершенным Человеком. Заголовок «Конец дела лучше его начала». Главное в даровании Торы в этом низком мире – это противоположность, ибо, как известно, ангелы ошиблись в этом, и потому конец дела лучше его начала. Это означает, что конец дела – есть низость этой ступени, то есть в сотворении мира, открытого всем взором, так что в нем нет никакой надобности изучать что-либо из вычитанного в главных ученых книгах, что означает, если человек не будет есть, то он будет голоден, если коснется огня – обожжется, если упадет в воду – утонет, и так далее. И те же самые вещи понятны также и для зверей и животных, ведь и животный разум скажет им тоже, и потому это называется концом дела. Начало дела – это разум Торы, который не постигается даже и говорящими, то есть никакими народами земли, кроме потомков Якова, избранных творцом. Добро и зло находятся в мире в смешанном виде, и для того, чтобы различить и познать добро и зло, Писание говорит нам, что главное на пути добра есть конец дела, то есть вести себя так же, как самые низкие люди народа, путем доступным для всех людей, но вместе с тем присоединяя разум Торы. И пойми это, ведь это самая большая противоположность, существующая в мире, и это совершенный человек обязан объединить и соединить в истинном единстве в своем разуме. И это называется хорошо. Как сказано, лучше конец дела, если он объединен лучше его начала. То есть разум Торы и животный разум объединяются в истинном единстве и...